Здравствуйте! На библейском портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. И вопрос по как раз толковании Библии, потому что называется Экзегеза. Почему Библию каждый трактует по-своему? Нельзя ли составить единую книгу толкований, чтобы все все правильно понимали? Во-первых, надо сказать, что Библия – это не одна книга, а это несколько десятков книг. Это 50 книг Ветхого Завета, это 27 книг Нового Завета, которые были написаны богодухновенными авторами. И является эта книга Словом Божьим. И вместе с тем, жанр этой книги – это не учебник по математике, где можно все доказать однозначно, вывести из одного положения другое. Библия написана разным языком. Есть книги исторические, есть книги пророческие, есть книги учительные. И, по сути дела, толкование Священного Писания или Экзегеза – это не просто наука, хотя есть такая наука, так и называется, Экзегетика. Это искусство. Экзегеза имеет под собой несколько уровней. Это уровень исторический, где мы должны восстановить те исторические события, которые описаны. Что конкретно происходило. Это уровень символический. Почему и как, и что значит то или иное действие, то или иное слово. Это уровень духовный. И вот таких уровней на самом деле много. И на каждом из них возможны различные толкования. Да, действительно так получилось, что с древнейших времен, со времен Ветхого Завета, те или иные положения Священного Писания понимались по-разному. Причем настолько по-разному, что иногда невозможно себе и вместить так, как эти люди вообще считались приверженцами одной и той же веры. Ну, например, ярчайший пример из Ветхого Завета – это фарисеи и саддукеи. Например, саддукеи, а Господь наш Иисус Христос взаимодействовал и с теми, и с другими. И фарисеи, и саддукеи заседали все на Дрионе. Эти люди спорили друг с другом часто так, как спорят в украинском парламенте. С драками, с какими-то там опрокидываниями трибун. Но при этом они считали себя приверженцами одной и той же веры. У них был один и тот же Бог. Они не называли друг друга еретиками в современном смысле этого слова, которые и молиться-то вместе не могут. Причем саддукеи не верили в воскресение мертвых. Фарисеи не верили в существование ангелов. Представляете? А фарисеи верили и в то, и в другое. Поэтому, например, апостол Павел, будучи в собрании таком, умело воспользовался, зная заранее, будучи плотью от плоти своего народа, воспользовался знанием подобного расклада и сказал, «Я фарисей, сын фарисея, за чаяние воскресения мертвых меня судит». На что половина собрания фарисеев сказала, если ангел или кто-то другой говорил им об этом, не будем ему препятствовать. То есть мы видим, как, воспользовавшись этим разным толкованием священного писания, апостол Павел вышел из сложной ситуации, которая могла закончиться для него чуть ли не смертью. И в Новом Завете ситуация ничуть не изменилась, правда, отношение к ересям стало другое, к тем самым разномыслиям. И неправильное еретическое представление по базовым вопросам, оформившееся в виде догмата, стало являться настоящей ересью уже в христианском смысле этого слова, наказываться отлучением от церкви и невозможностью общего евхаристического общения, общения в таинствах, отлучения от церкви. Почему невозможно составить единое толкование на все? Ну, вообще попытки подобного рода толкований осуществлялись с древнейших времен, причем как отдельных мест священного писания, так и попытки толкования Библии последовательно стих за стихом. Начиная с древнейших толкователей, первое такое подобное толкование принадлежит Оригену, человеку, которому впоследствии обвиненному в ересе, из доступных нам, это, конечно, Иоанн Златоуст, из более поздних Феофилакт Болгарский, некоторые другие авторы, из самых последних доступных нам, это вообще толковая Библия под редакцией Лопухина, где, по сути дела, тот или иной святой отец или коллектив авторов, как это в случае Библии толковой под редакцией Лопухина, собираются авторитетные толкования святых отцов, которые высказывались по поводу того или иного места священного писания. Это толкования, по поводу которых существует так называемое согласие отцов, которые святые отцы толковали единым образом, подтверждая толкование друг друга. И поэтому важнейший принцип, на самом деле, православного толкования священного писания – это не выходить за рамки толкований святых отцов, не лепить от себя тяну. И поэтому современные толкователи, они, как правило, занимаются тем, что может быть названо словом «актуализация». То есть попытка в современных словах, в современных образах, в современных терминах, понятных современному человеку, современными словами, какими-то притчами, возможно, объяснениями, объяснить то, что являлось пониманием священного писания святыми отцами. То, что церковь понимала и принимала всегда и везде. Да, есть при этом мнения, в том числе и святоотеческие, которые являлись их так называемыми частными богословскими мнениями, которые не были осуждены как ересью, но и одновременно не являются признанными всей полной церкви образом толкования того или иного места. И здесь есть место толковательному творчеству, когда мы можем тоже придерживаться того или иного мнения, своего или святоотеческого, если оно не осуждено как ересь. А попытка составить некое единое толкование, которым задает наш автор вопрошающий, нельзя ли составить единую книгу толкований? Ну, как только будет составлена такая книга, нам потребуется толкование на эту книгу толкований. Примерно так, как это происходит даже в случае кодифицированного светского права. Существует законодательство, например, трудовое или уголовное. Существует толкование этого законодательства, которое в том числе является авторитетным и признанным юридическим. Существуют комментарии к толкованиям законодательства. И по большому счету это бесконечный процесс. Юристы защищают кандидатские, докторские диссертации, именно толкуя те или иные положения жестко кодифицированного права. А у нас нет жесткой кодификации Священного Писания, у нас нет кодификации апостольских законов, апостольских канонов, канонов соборов и так далее. Поэтому здесь, в данном случае, наша задача не выйти за те границы, которые обозначены хотя бы основными и базовыми ересями. Чтобы мы в своем толковании Священного Писания не стали арианами или мистерианами или евтихианами. Чтобы мы не стали иконоборцами и то или иное место Священного Писания не истолковали так, не как об этом толкует Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь. В чем? Помоги нам всем Господь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...